Окрас волосяного покрова калекот генетически до конца не изучен. У ученых есть две разные гипотезы о том, чем обусловлен этот окрас и какова его природа. Первая гипотеза заключается в том, что данный окрас обусловлен рецессивными генами ИИ, а вторая, что окрас калекот является результатом взаимодействия нескольких генов. В России выделяют два типа – калекот коричневого типа и калекот голубого типа. У первого типа пластевой волос светло-коричневый, пух бежевый, глаза желтые или светло-коричневые, носовое зеркало светло-коричневое. Окрас калекот коричневого типа светлее окраса бургунди, о котором мы рассказывали ранее. У лиц голубого типа пластевой волос бежево-голубой, подпушь светло-бежевая с голубым оттенком, голубые глаза, носовое зеркало серое. В целом данный окрас имеет очень широкий спектр фенотипов, разделение на коричневый и голубой достаточно условное. Щенки окраса Calicot практически одинаковые, глаза голубые, волосяной покров бежевый, оттенки шерсти совсем немного отличаются на солнце. С возрастом у лист коричневого типа бежевая окраска приобретает более теплый коричневый оттенок, а у лист голубого типа холодный серый голубой оттенок. Глаза же, будучи изначально голубыми, у Calicot'ов коричневого типа перецветают в розовый цвет, а у Calicot'ов голубого типа глаза так и остаются голубыми. После года у лист разных типов отличие заметно еще больше, чем на этапе взросления. Calicot'a коричневого типа обрастает коричневой осью, а Calicot'a голубого — осью серого оттенка с бежевой подпушиной. Глаза у лист коричневого типа с возрастом желтеют, а у лист голубого типа так и остаются глубины. Если вы смотрите это видео на нашем канале YouTube, то источники вы найдете в описании. Спасибо за внимание.